Всем привет дорогие друзья! Я начну сразу с рекламы. Вот смотрите, знаете кто сегодня спонсор? Спонсор сегодняшнего выпуска вы. Все правильно. Ну, это такая шутка, прибаутка. На самом деле, если я буду говорить серьезно, то вы увидели, что у меня на канале появилась кнопка спонсировать. Вы нажимаете на нее, переходите, там есть небольшое объяснение. Если вы становитесь спонсором канала, то вы получаете чуть больше, чем все остальные. В чем это будет выражаться? Во-первых, я планирую делать прямые трансляции для спонсоров. Это прямое живое общение, где вы будете писать в чате, я буду отвечать на вопросы и уделять какое-то такое внимание. Не просто я на камеру что-то говорю и рассказываю вам, как готовить то или иное, а здесь, конечно, будет такой для меня мозговой штурм, а для вас будет интересно послушать, чем я живу. Потому что вопросы, наверняка, вы будете задавать совершенно различного характера. Как только увеличится количество спонсоров у вас, я планирую снимать отдельный контент. Более узконаправленный, больше рассказывать о нюансах. Я и так достаточно много рассказываю на канале про нюансы. Но здесь у нас будет, так сказать, более прямой контакт. Вас будет там непонятно, что не полмиллиона, а гораздо меньше. Мне будет проще работать с этой аудиторией. Ну и, соответственно, у нас будет внутренний дополнительный канал, который будет нам позволять выполнять ваши потребности. Ну то есть, если сейчас я, например, вы пишете миллионы комментов с большим количеством запросов, мне их сложно отфильтровывать, потому что я понимаю, это пойдет, это не пойдет, это вообще неинтересно. Кто-то попросил меня научить и солить, и приправлять. Но это такой странный вопрос. Конечно же, я отдельно ролик про него снимать не буду. Я даже ответил в комментариях, что есть адекватные вопросы, есть неадекватные. Так вот, спонсорство позволит вам иметь более близкий контакт со мной и получать, помимо там эмодзи или значка около вашего никнейма, будет значок, что вы спонсор, у вас будет статусность некая другая, и вы будете моими спонсорами. Представляете, это очень так... А я буду вашим, хоть что-то не сказал, рабом. Ну, вроде того. Шучу, конечно, но... Будут ништяки, в общем, за это. Потому что в рамках основного канала у меня нет столько времени и сил, чтобы отвечать на массу этих вопросов каверзных, которых можно сделать в рамках кулуарного общения. Вот, вот что такое спонсорство. Возвращаясь к рецепту. Сегодня по плану у меня камамбер. Вы знаете, есть такие мягкие сыры с белой плесенью. Бри, камамбер. Их масса. Но в России, вот один из самых популярных, это камамбер. В России много сыров. Ну, как, вернее, в мире много сыров. В России сейчас только-только сыроварение выходит на такой уровень, когда мы можем уже позволить себе в магазине купить недешевый он, конечно. Но я не могу сказать, что это лобстеры. Нет, конечно, это может себе... Ну, вот этот кусочек я сегодня купил за 168 рублей. Он небольшой. Коробку я выкинул. Скорее всего, по весу он где-то... Да фиг его знает. Наверное, 150 граммов или 180. Итак, что я буду делать? Значит, это один из моих любимых рецептов, потому что запеченный камамбер, это, конечно, Франция, это, конечно, бокальчик венца. Это, конечно, вот, ну, вкус, яркость и все такое. Чеснок свежий. Важно не переборщить. Я всегда это говорю. Тут то же самое. Нужно отрезать крышечку. Вот таким образом. Так, аккуратно. Сыр внутри мягкий, но еще недостаточно мягкий. Вот эта крышечка, вот это у нас основной кусочек камамбера, да? Кладем вот сюда вот лепесточки, тоненькие лепесточки чеснока. Немного черного перца. Сюда внутрь все это. И чуточку розмарина. Вот сюда нужно несколько иголочек поломать. Сухого розмарина. И он горчит, очень ароматный. Поэтому будьте аккуратны с розмарином. Теперь крышечку закрываем. Раз. Прижимаем. Сильно не прижимаем. Чтобы он не развалился весь. Штука мягкая. Теперь, стол у меня чистый. У меня припасено дрожжевое слоеное тесто. Жалко, конечно, что по одному, по одной пластинке не продается тесто. Приходится покупать две, потом начинаешь придумывать, куда его оприходовать. Всякие печенюшки, рогалики, всяку шшшш. Потом Ксения меня ругает. Типа вам, мальчикам, все равно. Вы там жрете-жрете, у вас не так быстро все прилипает. А вот мы, девочки, страдаем от этого. Ну да, в этом есть моя вина. Признаю свою вину, тяжесть, меру, глубину, как в сказке про Федота Стрельца. Нужно раскатать сие чудо, чем тоньше, тем лучше. Ой, дрожжевое пузырчатое. Ничего страшного, если пузырьки немного выходят за рамки. Самое главное, чтобы тесто было максимально тонкое. Для чего? Для того, чтобы оно могло быстро пропекаться. Будет долго пропекаться, камамбер у нас превратится в лужицу. А нам нужно, чтобы у нас все происходило. Оп-оп-оп-оп, и все. И камамбер уже достаем. Так, нужно посмотреть. О, тонюсенькое тесто, великолепно. Варенокопченый бекон. Почему варенокопченый? Сырокопченый более жесткий, более резиновый. Его хорошо жарить. А здесь сыр проходит термообработку. И поэтому варенокопченый бекон или грудинка, в моем случае это грудинка. Она более мягкая, она уже готова к еде. По центру. По центру. Вот так вот сделаем. А ты что хочешь делать? Я хочу обернуть его. А, сыр. Сыр, да. Значит, сыр с беконом будет оборачиваться вместе. И вот дело в том, что из-за того, что он порезан толсто. Видишь, кажется, что он тонко. Но нужно еще тоньше. Его как бы неудобно. Короче, из-за того, что он толстый. Из-за того, что это грудинка, а не бекон. Да. Из-за того, что это грудинка, а не бекон, я его буду без фанатизма укутывать. Все, трех достаточно. Но зато это мягкая штука. Ну, то есть она не тянется, как резина. Вот ты ее берешь, отрываешь и все. Полностью готова к употреблению. Берем. И аккуратно. Раз. Лишнее сразу нужно отрезать. Потому что нам нужно подворачивать. Будет тесто и бекон. Если мы сейчас нахлест делаем, тогда у нас этот бекон туда не подвернется. Понимаешь? Понимаешь? То есть вот так у нас должно быть. Оп. И это нахлест сюда. Это нахлест сюда. Вот где-то примерно вот так вот мы его и обрежем. И вот это аккуратно вот сюда. И все вместе это превращается в фантастическую сырно-беконную фьерию. Шучу. Какая хинкалина мощная получилась. Короче. Вот это мы все распределяем. Чтобы у нас здесь не было слишком толсто. Иначе тесто не пропечется. Значит, сам сыр переворачиваем. Немножко обминаем, чтобы у него такой вид был поприличнее. Ставим на противень. Раз. Можно нанести какие-то следы. Вероятность того, что они там останутся после выпечки минимальна. Но все-таки почему бы и нет. Теперь все это чудо нужно смазать яйцом для румяной красивой корочки. Смотрите. Бывает вот такая вот смесь. Смесь из семян для салата. Странно, что это смесь из нежареных семян. Типа что в салат нежареные семя добавляют? Ну, наверное. Смотрите. Нужно вот так вот обсыпать эту всю штуку. Ну, на мой взгляд. Вы можете купить отдельно кунжут, лен, подсолнечник, тыквенные семки. И все вместе это замострячить в виде смеси. 20 минут 180 градусов. Значит. Итого. Судя по тому, что Дуся тут под ногами бегает, это значит, что... О! Сырок-то-то подтек, подтек немножко. Выглядит это, на мой взгляд, вообще шикарно. Просто удивительно красиво. Дуся, ну, сорян, ну, блин, ну, не сыр же с семечками тебе, ну, вообще ты даешь. Фунечки. Ты четко. Выходи. Маленьким ножом. Дуся, не ходи под... Это что такое? Что за собаки собрались тут все на выпечку, а? Ну-ка, кыш, кыш, кыш. Что это тут за тусня? Пришли. Дуся. Дуся. Запеченный камамбер. Только нужны гренки для того, чтобы брать это и есть. Потому что теста здесь, конечно, немного. Блин, ветчина и семечки. Вернее, грудинка и семечки делают все. Вот эти вот пять слайсов чеснока, которые вот здесь попадаются, это же так просто. Вот кто бы мог подумать, что они возьмут и сделают 50% всего вкуса в этом сырно-грудиночном бургере. В бургере, не знаю, как это можно назвать. Вот. Не исключайте этот ингредиент. Он там прям рулит всем. Я его разрежу напополам, потому что вы должны увидеть, что это такое. Это прям, ну, дорогого стоит. Это просто офигительная штука. Я прям в ней тону. И это такое нехарактерное ощущение для повара. Такое количество сыра, да, он жидкий еще. Это все течет. Ветчина. Аромат семки. Тесто. Ну, это, конечно, очень вкусно. Главное, чтобы сыр был не вонючий. Этот попался какой-то очень молодой. Ароматика низкая. И от этого вся эта булочка, все сливочное. Даже он, Дуся, знает об этом. I'm sorry, my dogs. Вы этого не получите. В смысле они. А вы обязательно сделайте, вот, ну, очень просто. Вкус потрясающий. Вкус потрясающий. Кайфуйте вместе со мной. Кайфуйте, как я. Кайфуйте лучше меня. Все, пока. Пока.